В каком вузе учатся самые умелые и дисциплинированные водители, выясняли в Иванове. На базе автошколы ДСАВ прошли межвузовские соревнования по вождению автомобилей и знанию ПДД. Все участники – студенты и действующие водители. Правда, пока с небольшим стажем. Первое испытание было творческий конкурс, потом оказание первой медицинской помощи при ДТП, сдача площадки на времени, сдача билетов, то есть теории, и спортивное маневрирование, то есть змейка переда вперед и назад, спортивный слава. Основная цель студентов, чтобы они поняли, насколько важно быть грамотным водителем, ответственным и правильно себя вести на дороге. Одним из самых сложных этапов большинства участников, кроме, конечно, студентов-медиков, показалась проверка навыков в казане первой помощи. Если на экзамене в ГАИ проверяют исключительно теоретические знания по этой теме, в рамках соревнований нужно продемонстрировать их на деле, а точнее на специальном учебном манекене. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тренадцать, 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 тренадцать. Следующий этап – скоростное маневрирование. В каждой команде по два человека – парень и девушка. Но и, конечно, весомая группа поддержки. Ким-Тек лучше всех! Ким-Тек лучше всех! Мы и МОНОСКИЙ СЕЛЬКОС! Мы натравим на лоскос! Эстакада, змейка, параллельная парковка – все эти упражнения каждый из участников когда-то проходил участь в автошколе. Но на этот раз все гораздо сложнее. Нужно не только не допустить ошибок и пройти полосу препятствий без сбитых вешек и штрафных баллов, но и сделать это как можно быстрее. Нет, затруднение не вызвало ничто. Опыт уже, я считаю, что три года – это достаточно для меня, и особо никаких трудностей не возникло. Ну да, непривычно, сложности возникают только в поочередности выполнения этапов, в правильности. Сбить конус – это для меня очень сложно было. По итогам соревнований первое место заняли студенты госуниверситета, вторыми стали учащиеся энергоуниверситета, а третьими – медицинская академия. Но освежить в памяти знания ПДД и упражнения на автомобильной площадке было полезно всем, без исключения участникам. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.